Очередной смехотворный созыв совета. Он не решил все проблемы в один присест. Он хотя бы делает свою работу, причем без ресурсов, которые необходимы для того, чтобы сделать ее правильно. Лавали, знаем. Он заслуживает лучшего. Один клоун из моей группы наплевал на прямой приказ и высиделся на Пелаге 104-Д. Внезапно оказалось, что это место не уходит под воду. И более того, он даже нашел там следы человеческого присутствия. Парень устроил слежку и обнаружил толпу террористов, которые шляются туда, как к себе домой. Мы нашпиговали это место жучками и держим под наблюдением. Руководитель ремонтной группы заявлял, глядя мне в глаза, что структура Пелага подвержена дефектам, и сказал, чтобы я снял патрули. И я на это клюнул. А теперь оказывается, что там уже много месяцев база террористов. Думаю, пора нанести ему визит. А заодно намекнуть контрразведке, чтобы подыскали ему замену. Мои бойцы каждый день рискуют жизнями. Отчасти ради своих товарищей. Отчасти ради общего блага. Но в основном потому, что я им приказываю. Они преодолевают естественный страх, тренируют тело и ум. И идут под пули по моему приказу. Получают ранения или гибнут. И если кто-то из моих людей вдруг забудет о хороших манерах, которые так высоко ценят гражданские, не встречавшие в своей жизни ничего страшнее грубости, я буду на их стороне. Так же, как они на моей стороне и на стороне арка. Я не для того надел форму, чтобы обманывать людей. Честь, верность, ответственность для меня не просто слова. Но речь сейчас не о моей нравственности. На кону судьба арка и всех его обитателей. Я трезво оцениваю реальность. Если я скажу правду сейчас, мне не поверят. Начнется паника. Будут жертвы. Если бы речь шла только о моей жизни, если ее ценой я мог бы гарантировать безопасность людей, за которых я отвечаю, я не сомневался бы ни минуты. Но все это пустые рассуждения, не так ли? Чен продолжает говорить со своими последователями о мире. Но не все они желают мира. Кто-то живет в свое удовольствие, кто-то просто не умеет быть мирным. Я знаю лучше других, что не все из тех, кто попал на арк, были невинными беженцами. Некоторые из них просто гнусные люди. Так что, когда Чен основал свое движение при поддержке криминального подполья, а затем сформировал вооруженное сопротивление из банд, он ли использовал бандитов? Или это они его использовали? Сколько начальников полиции прошли через такое? Отправлять людей в бой с винтовками в руках, будто они солдаты. Как вообще до такого дошло? Должно же быть мирное политическое решение. Да любое политическое решение лучше, чем такое. Чен, несомненно, рассчитывают, что я буду благоразумным, гуманным, буду вести себя как слабак. Но я не позволю ему устроить здесь хаос. Так нельзя. Арк должен уцелеть. Нельзя допустить, чтобы он разодрал весь арк на плоты. Семья за семьей. Гости умрут от жажды и холода посреди океана. Я никогда не стремился начинать войну. Но это единственный способ ее закончить. Как поддерживать мир, когда все только и кричат, что о войне? Как поддерживать порядок, когда террористы убивают моих людей и растворяются в трущобах? Этому нужно положить конец. Сейчас быстрый и решительный удар может привести террористов в чувство. Возможно, нам еще удастся избежать войны. Несколько точных рейдов, минимум сопутствующего урона. Захватить улики, раскрыть их планы, дискредитировать этого мерзавца Чена и положить конец этому безумию. С чего я взял, что могу быстро с этим разобраться? Очевидно же, Чен долгие годы планировал эту войну. Пока мы теряли время на переговоры, он собирал свою армию. Меня провели как последнего идиота. С этого момента никакой пощады. Эту угрозу нужно встретить лицом к лицу. Мы будем бороться с ними, их же методами. Чен умнее, чем кажется, но все-таки он слишком хорошего мнения о себе. Он думает, что достаточно хитер, чтобы заставить безмозглых экстремистов выполнять за него грязную работу. Пара бунтов и арк погрузится в хаос. Тогда в насилии можно будет обвинить меня, а его руки останутся чистыми. После этого он предложит себя в качестве борца с кризисом, который он сам же и устроил, и выбьет себе постоянное место в Совете. Только через мой труп. Чен не представляет, что он начал. Он не знает, на что способны отчаявшиеся люди, если дать им цель. Он серьезно полагает, что сможет сдерживать своих головорезов, когда те почуют запах крови. Он скачет верхом на тигре. В его интересах, чтобы запас свежего мяса не иссякал, иначе тигр обернется. Мне стоит серьезных усилий сдерживать своих людей. Некоторые регулярно используют силу сверхмеры, но слишком полезны, чтобы с ними расставаться. Среди них есть настоящие бандиты, но их товарищи из верности или из страха отказываются давать показания. Так или иначе, генерал воюет той армией, которая у него есть. Когда все это будет позади, я снова сделаю охрану организацией, которой смогу гордиться, даже если в ней буду лишь я и пара новобранцев. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ